Это наша русская земля. Мы сейчас находимся как раз с главой ВГА. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Костюк Андрей Михайлович. Я глава военно-гражданской администрации Береславского района. Андрей Михайлович, скажи, какая, говорят, стрелкотня, какие-то насыстры заехали? Что за бред, что за чушь? Абсолютный бред. Администрация Береславского района как находилась на месте, так и продолжает свою работу, обеспечивает жизнедеятельность Береслава и Береславского района. Мы на месте, никуда не уезжали, никто сюда не наступал. Все те люди, которые отдали свой голос на референдуме, они под защитой Российской Федерации. И мы вместе с ними остаемся на месте, никуда не собираемся уезжать. При всем том, что мы являемся суверенной территорией Российской Федерации, поэтому все вот эти вот наступления, которые якобы ведутся украинцами, это на самом деле тот фейк, про который сегодня нам приходится говорить неоднократно. Ведь сначала украинацисты, как вы помните, спешили на референдум, не доехали. До этого каждый месяц спешили освобождать Давыда Уброцина, слышали, бомбили Антоновский мост. Но и Антоновский мост стоит, и все у нас, как у нас говорится, в целостности. Более того, школы сейчас работают? Школы в некоторых населенных пунктах, там, где остались. Ну, вы говорите про Береславский район. Про Береславский район некоторые школы функционируют и продолжают, и дальше будут работать. В самом Береславе что с обучением сейчас? В самом Береславе пока обучения нету. Мы перенесли из-за того, что после бомбежек школы были повреждены. Мы сейчас восстанавливаем. Уже второй день мы устанавливаем новые стеклопакеты. Заменится крыша и приступим к обучению. Друзья, ну, в общем, вот такая вот ситуация относительно фронта. Мы продвигаться будем дальше. Вот то, что сейчас говорят про село Дучан, оно находится частично, скажем так, в серой зоне. Там задержали как раз вот украинацистов, которые шли сюда. Но это, опять же говорю, это очередной огневой мешок, где они там сейчас как на мишене, на ладони. Их потихонечку утюжит Министерство обороны Российской Федерации. Что вообще слышно? Насколько я знаю, что главу Дучан там пытались даже найти какие-то местные жители. Что там с ней сейчас происходит? Она с ней все в порядке. Она находится на территории Береслава. Все нормально. Да, ее действительно хотели найти украинацисты. Скорее местные жители, да? Местные жители, да. Которые, скажем, ячейки, которые были затаенные. Мы сейчас проснулись, якобы при наступлении ВСУ на этот. Но опять же, это все фейки. Это все только разговоры. Все продолжают работать. Мы сегодня провели совещание. Продолжаем дальше выплаты. Продолжаем работать. То есть, социальная сфера работает и то, что на самом деле, где-то говорят, опять появился украинский флаг. То он как раз появился не силами ВСУ, а появился как раз силами местных жителей. Но я опять же не понимаю. Сотни, сотни убитых. Насколько я знаю, даже на этом уровне уже тысячи убитых. Тысячи убитых. Нам тоже говорят такую информацию. Они все равно идут. Все равно это с отторванными руками. Непонятно, под чем они. Под какими-то транквилизаторами. Да, да, наступают. Но мне непонятно. Ради того, чтобы сделать селфи с флагом Украины. Кстати, не называем его тряпкой. Все равно, как ни странно, в любом случае, какая-то государственность. На самом деле, мы верим, что существует. И те люди, которые живут сегодня в Украине, понимают, что все то, что происходит, этот ад, который устроили такие клоуны, как Зеленский, в конце концов, закончится. В общем, мы находимся в северной части на въезде в Береслав. Здесь никакими не пахнет укронацистами, не пахнет никакими нападениями, наступлениями. Как вы услышали, ведется работа, социальные выплаты ведутся, школы работают, детские сады работают. Никто здесь нацистов не ждет. И, как всегда, я вам еще раз обещаю, не дождется. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова